КОМУ ОТ ЭЛЕКТРОННОГО БОЛЬНИЧНОГО ХОРОШО? Уже более полутора лет действует федеральный закон, согласно которому больничные листы могут оформляться в электронном виде. В пилотном режиме проект обкатали в Москве, Крыму, Астраханской и Белогородской областях. С недавних пор этот опыт распространился и на нашу республику. Насколько востребованным оказалось нововведение и чем его плюсы, выясняла наша съемочная группа. В нашей республике, начиная с 1 июля 2017 года, выдано уже более 70 тысяч электронных больничных листов. На сегодняшний день практически все лечебные учреждения республики уже перешли на выдачу электронных больничных. Плюсы подобного нововведения очевидны. В первую очередь, это экономия времени. Второе, мы исключаем подделку документов. Это очень важно. И плюс, и затраты, которые мы тратим на бумажные листы, сокращение бюджетных денежных средств. Надо отметить, что электронный больничный лист оформляется только по желанию пациента. Своё согласие он даёт в письменном виде по установленной форме. С 1 января этого года в федеральный пилотный проект по внедрению таких листков нетрудоспособности вошла и наша республика. Теперь наше отделение Фонда социального страхования начало работать по прямым выплатам. Смысл их заключается в том, что у некоторых, допустим, работодателей, директоров предприятий есть картотеки. А здесь независимо от картотеки, независимо от долгов, страхователи получат те или иные денежные компенсации, которые им положены. Так что я призываю всех жителей, будем так говорить, и работодателей республики активно включиться в этот процесс. Надо сказать, что сам процесс заполнения электронного больничного листа занимает около полутора минут. Экономия времени очевидна. Плюс к этому электронный больничный невозможно испортить или потерять. К тому же пациенты смогут отслеживать в личном кабинете на сайте Фонда социального страхования данные о начисленных им пособиях, а работодатели об открытых и закрытых больничных своих сотрудников. При этом пациент не остается с пустыми руками. Необходимый документ, в котором есть все нужные данные, выдается на руки сразу же после заполнения электронного больничного листа. Я этот больничный лист отправляю в Фонд социального страхования. Там этот лист регистрируется и обратно получаю уже ответ, что они все приняли. Вот так создается. Обязательно регистрирую в журнале листков нетрудоспособности. И лист нетрудоспособности готов. Для пациента я распечатываю напоминание. Это талон. Сейчас я вам его продемонстрирую. Вот такой талон, в котором обязательно будет указан номер листка нетрудоспособности, период нетрудоспособности и когда у него следующая явка. Экономию времени и усилий персонала, а также явные удобства для пациентов, которые, не будем об этом забывать, все же больны, а следовательно, не имеют сил ходить из кабинета в кабинет, отмечает и руководство клиники. Сокращается время выписки листка, уменьшилось количество ошибок, не нужно делать заявки дополнительные, хранить, уничтожать эти листки. В то же время сами пациенты также ощутили весомые преимущества. Во-первых, уменьшилась бумажная волокита, пациенту не нужно бегать за печатями, за подписями врачами. Также при переходе в другое медицинское учреждение пациенту не нужно хранить эти бумаги, а достаточно в этом учреждении предъявить номер. Существует общая база, где как работодатель, так и наши сотрудники медицинского центра могут найти этот листок, выявить, когда он открыт, когда пациент переведен в другое учреждение. Очень удобно стало работать. Несмотря на все плюсы, на сегодняшний день пациент сам выбирает, в каком виде ему будет выписан больничный лист. Что же касается обязательного введения электронного документа оборота, то для этого сначала необходимо соответствующее распоряжение правительства страны. Таким образом, переход будет осуществляться поэтапно. Наша республика будет готова не только технически, но и организационно. Но самый главный плюс очевиден. Сэкономив время, врачи смогут уделить больше внимания своим пациентам. Сэкономив время, врачи смогут уделить больше внимания своим пациентам. Сэкономив время, врачи смогут уделить больше внимания своим пациентам. Сэкономив время, врачи смогут уделить больше внимания своим пациентам.